Эти кадры шокировали интернет. Безобидный субботник по уборке снега обернулся массовой дракой. Водитель Лады Гранты не пожелал покидать парковку и с кулаками набросился на председателя Домсовета, пустив в ход биту. К счастью, в Архангельске таких прецедентов не случалось. Наоборот, жители одного из домов Соломбола решили не дожидаться управляющей компании и сами вышли убирать снег во дворе. Хотя, если инициативные жители откажутся от услуг управляющей компании, они могут создать ТСЖ и не зависеть от наемных подрядчиков и субподрядчиков. А вот архангелогородка Аза Горшевич, увы, зависит. И таких, как она, с трудом пробирающихся через снежную кашу, тысячи. Вы посмотрите, что делается. Не пройти, не проехать. Это какой-то кошмар. Снегопад превратил бездорожье и путь к дому Галины Хабаровой. Трактор как-то направлялся сюда, правда, проехал мимо. Маленький проехал, просто туда, девятиэтажки, и все. Я сама лично видела из окна. Но здесь, чтобы чистить, никто не чистит. На ходу в автомобиле и без того снимать неудобно. И уж тем более, пока едем по дворам. Трясущаяся картинка, как подтверждение. Управляющие компании не справляются. Потому администрация города на этой неделе начала спешно призывать управляйки к активной уборке. Проверяли штат дворников договоры на аренду спецтехники. Из-за их отсутствия и утопает в снегу большинство дворов Архангельска. У нас есть абсолютно все рычаги для того, чтобы выходить на общее собрание собственников жилья, для того, чтобы переголосовывать управление домами конкретными организациями, которые, во-первых, не желают, а во-вторых, не хотят заниматься надлежащим содержанием дворовых территорий. Максимальное наказание – не только штраф, но и лишение лицензии на работу. Впрочем, даже если центральные магистрали порой превратившиеся в узкую колею, то что говорить о дворах? Во время снегопада большинство жалоб от горожан было на значительное сужение проезжей части. Мы с этим не то что боремся, мы работаем, мы не допускаем этого. Понятно, что после снегопада, когда мы прошли промели все, и у нас есть определенный вал образовывается. По первой категории мы в снежные дни два раза ездим в сутки, это как минимум. При этом часть дорог и внутриквартальных проездов Архангельска этой зимой содержится в так называемом накате. Есть и плюсы, и минусы у такого содержания. Самый главный плюс – это то, что дорога находится под покрывалом, снежным покрывалом, и не деформируется в результате каких-то климатических изменений, перепадов температуры. Минусы есть, конечно, тоже определенная, поскольку возможно более быстрое образование скользкости. Но технология снежного наката пока не дает нужного результата, а вывозка снега – дорогое удовольствие. По оценкам специалистов, это может обойтись бюджету Архангельска в 800 миллионов рублей. Такие средства в городской казне не предусмотрены. Бюрократические проволочки коснулись и внутриквартальных проездов и дворов. Огромное количество участков города не размежовано, а значит не внесено в дорожную карту, потому и должной уборки там нет. Однако горожанам эти тонкости не интересны. Им важен результат.